а вот что вы считаете вообще в принципе если мы шире возьмем не только про балет вообще про хореографию бизнес нет нет пока вот только один да один сегмент у меня складывается впечатление что сейчас какой-то интерес вообще к языку танцу реанимируется не очень хорошо да потому что вот тот же допустим меньшиков ставит демона лермонтова в качестве постановки без слов то есть поэма составится к языком танца он будет раз к рассказывать с хореографом как вы считаете это не является показателем того что люди перестали разговаривать с друг с другом очень много гаджетов очень много соцсетей и вот как-то язык тела он более интернациональный более понятны всеми в рамках глобализации это такое вот я сами согласен люди действительно перестали общаться я это заметил это минус но я думаю что это не совсем связано с балетом но здесь на балет балета была основа тогда когда не гаджетов нормально писали письма друг другу на бумажке я не думаю что но как вы вообще вот у вас же есть какое-то представление в целом об отрасли что сейчас в мировом масштабе происходит с балетом он вот как мы оцениваем если сравниваем то время когда вы пришли в профессию вот за этим он трансформируется как вот как он трансформируется сейчас у рода это изменение ну например вот на данный момент последние два года вплотную занимаясь организации каких-то проектов я понял что без дольки шоу-бизнеса в балете не обойтись без гаджетов не обойтись и и мы вынуждены хочешь не хочешь мы вынуждены и это правильно и в предположим в декабре месяце мы снимали промо клип к этому с балету то есть в котором участвовали полина гагарина вокал она пела то есть клипы в эти четыре минуты уже было за эти четыре нужно показать всю историю гэтсби двухваттного балета скажем так и эдуард рден гео хореографии константин написал музыку клип в мы выпустили в марте этот клип для чего то есть мы пошли по скажем так примеру шоу-бизнеса вели можно это взять мы это называли блокбастера когда фильм в кинотеатре перед рассмотром ты смотришь рекламу фильмов которые скоро выйдут на экран раньше до этого я не например не встречал чтобы перед премьерой балета было что-то наподобие и это нужно я считаю что это правильно конечно же видов существует кита рамки существуют границы которые не нужно не нужно переступать чтобы существовала именно эта грань все-таки она должна существовать чтобы потому что если все вот так вот смешается то тогда наверно будет не так интересно и мы не увидим разницы как вот в этом наверно трансформация трансформация в танце трансформация в пластике все меняется не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва двадцать четыре классые и и и и Продолжение следует...